Дорожные службы уже приступили к восстановлению покрытия, которое нынче утекло вместе с растаявшим снегом. Кроме самого ремонта полотна, уже убрано порядка 200 тонн мусора. Рабочие отмывают барьерные ограждения и дорожные знаки. Со слов министра транспорта, регион ожидают масштабные ремонтные работы. Участки рассредоточены по всей территории Алтайского края. Есть и опорная сеть, есть и уникальные туристические направления. В этом году, для примера, мы делаем подъезд в Денисовой пещере со стоянкой. Такое знаковое довольно место для Алтайского края, необычный дорожный объект. Мы идем в сторону традиционно Славгорода, Яровое. По всей территории вы увидите дорожников, работу дорожников, в том числе в наших муниципалитетах. С началом дорожно-строительного сезона запускают асфальтобетонные заводы. Один из крупных в центре Барнаула с каждым днем наращивает мощности производства. Производительность данного асфальтобетонного завода составляет 120 тонн в час. То есть порядка 700-900 тонн готовой смеси мы выпускаем за текущий день. До этого асфальтобетонного завода в городе Барнауле не было. Мы его купили за счет сотни средств в прошлом году. И на этой площадке он работает. Кстати, все заводы расположены так, чтобы обеспечить удобную логистику. Это экономит время и позволяет не нарушать дедлайны. Всего у нас рассредоточено по территории края 44 асфальтобетонных завода. 21 уже в работе. И в ближайшее время запускаются все оставшиеся. Уже выполнено порядка 2000 километров ямочного ремонта. Порядка больше 1000 километров ремонта щебенщиков. Через несколько дней дорожники начнут наносить разметку. ПСИО за сезон планируют привести в нормативное состояние порядка 800 километров дорог региона. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком.